Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Я сижу на парковке Макси-дома для того, чтобы узнать о Серёге. А сегодня мы расскажем вам о Сигме 1835 и её разницу со спидбустером и без спидбустера. Все фигня это, смотри. Гристалл судьбы. Что здесь происходит? Короче, Макси-дом подкупает нас не своими ценными товарами, а вот всякой дичью на парковке. Приходите на парковку Макси-дома, будет очень хорошо. Таня Черномордова, алгоритмы муравьиной колонии. Муравей, выходи. Вдруг что-то толковое, саунд-дизайн мечты, например. Кажется, ему нравится. Играют какие-то саундскейпы, может быть, с парковки прям. Какой-то сток. У меня вода течёт сейчас, типа слив. Сейчас я вам дам послушать. А это мы писаем. Что происходит? Роман, благодарю, спасибо. Тут какой-то контроллер, типа музыкальный. Как мы видим, на малине вроде. Я не вижу отсюда. На Ардуино, может. И что-то написано. Что надо сделать, чтобы эта штука играла. Но кто-то унёс, кажется, отсюда кто-то унёс вещь. Типа клавиатуры или мыши, что тут было. Чтобы управлять музыкальным инструментом. Тут тусуются иногда какие-то скейтеры. Видимо, это их рук дело. Я не знаю, кого найду, отмечу в инсте. В общем, ребята, так держать, на самом деле, очень крутая тема получилась. Район должен знать своих героев. Живу на Васильевском. Запишите себе этот блог. Приходите сюда на экскурсию. Заодно в Максидоме купите какую-нибудь мочалку. Пемзу для пяток. Будет круто. Что-то рисуют там уже. Друзья, пишите безграмотно. Не нужно и слитно. Вот так вот. Потому что это стиль. Очень внезапно и неожиданно. И приятно. Парковка Максидома. Подписываемся, приходим, оставляем комментарии, записи. Ребятам, кто сделал. Большой респект. Йоу-йоу-йоу. Всем мир. Камон, ребята. Чики ряп. Нау. Что мы сегодня хотим сделать. Не знаю, получится ли это сегодня или нет. Но очень бы хотелось. Это взять классический объектив Sigma 18-TU35. Который на систему GH и вообще MFT встает через переходничок Speedbooster с линзой. Понимаете, да? В данном случае Viltrox. И поставить его туда без Speedbooster. А просто вот с такой вот штучкой. Понимаете? Без стекла. Потому что ходит слушок, что без вот этого Speedbooster линза показывает себя еще лучше, оказывается, по резкости. Надо попробовать. Ну и будет хорошо, возможно. А может и нет. Этот снимок сделан на GH5 Sigma 18-TU35 с Speedbooster Viltrox. Что-то там МК2. Короче, самым распространенным дешевым Speedbooster. И, соответственно, второй снимок, который сделан без Speedbooster, а просто через переходничок. Давайте разглядим их предметно. Что я могу сказать про оба этих снимка? Я не попал в фокус по зрачку. Потому что GH5 при всех своих плюсах в репортажные видеосъемки и так далее. Ну, немножко трудно там делать фотографии. Да и в принципе. Ну вот это Максим. Максим хоккеист и классный парень. Мой сосед. Что мы можем здесь разглядеть? Можем здесь разглядеть грейн. Который все равно матричный. Поэтому толку от этого нет особо. Ну, какую-то резкость. Какую-то резкость мы тут можем разглядеть. На волосах, на губах. Что-то есть. В глаза мы в принципе и попали. Так более-менее. Ладно. Вот это значит у нас снимок сделан. То есть свет я ставил под Viltrox Plus Sigma. Получилось вот так. Да. Что еще тут можно посмотреть? Какие-то аберрации вряд ли мы здесь найдем. Гуглы все кадры темные. Это, собственно, 35 миллиметров на Sigma. Самый, значит, портретный уголок. А вот этот снимок уже без глаза. То есть он сделан без Viltrox. В глаза бросается сразу, что он типа как будто бы порезче. В деталях. Ну и то, что у нас поуже уголок наш. Свет тот же самый. Как видно, он темнее. Кадр сам по себе. Ну, мне кажется, тут я просто больше попал в фокус. Кстати, прикол в том, что, естественно, какие-то помощи в автофокусировании, в работе электронной диафрагмы с Viltrox и Sigma на GH5 работают прекрасно. Чего не сказать обычным переходникам, потому что он бесконтактный, он не имеет никакой электронной начинки в себе, поэтому не передает никакие данные. Единственный способ им пользоваться как переходником с нужной дыркой – это ставить Sigma с Viltrox, выставлять там диафрагму, снимать Viltrox, одевать переходник, и тогда диафрагма та сохранится в памяти и будет стоять. Но, как мы видим, фото темнее, так что надо делать это с поправкой на ветер. Но это в моем случае. Есть же еще такие переходники, у которых все-таки... Есть группа контактов, но они что-то стоят еще больше, чем... Еще больше, чем... А-а-а, что-о-о-о-о? Viltrox, вышеупомянутый. Но что я вам хочу сказать. На самом деле, посмотрите в эти честные глаза Макса, которые не брут. И представьте, что это он вам говорит. Вообще, похуй... Чего там у тебя, переходник, не переходник? Вот прям глобальной какой-то мега-разницы я не вижу, кроме того, что тут поуже и потемнее. И еще нихера не работает ни диафрагма электронная, ни автофокусировка какая-никакая. Ну, типа... И нахера он тогда нужен такой. В общем, весь этот квест выдал мне Иван Залиско. Подкинул эту идею, разговаривая о том, что Sigma без переходника работает просто в 100 тысяч раз речи лучше и так далее. Ну, как видим, возможно, это так, потому что мой тест это абсолютно говно. Но, возможно, это и не так. В общем, вы поняли, что про выставку было гораздо интереснее, чем этот поднял. Пока.